Привет, интернет! Помните такое страшное развлечение, как игра в прятки с полуночным человеком? Там еще нужно было ходить с зажженной свечой по дому до утра и не попасться этому самому полуночному человеку. Так вот, у японцев есть свой аналог, который захватил не только их часть интернета, но и пробрался на запад. Одиночная игра в прятки упоминалась в японском 2-ченнел еще в 2007 году и с тех пор стала горячей темой для обсуждений. Многочисленные пользователи делились своим опытом игры на имиджборде, а кто-то и вовсе снимал полноценные видео для ютуба. Спустя год одиночная игра в прятки просочилась в англ.нет и с тех пор для любителей пощекотать нервишки появился еще один способ проверить штаны на прочность. Более того, ролики с прятками выходят на ютубе по сей день и неплохо так привлекают к себе внимание. Возможно, у вас хоть раз также возникало желание попробовать себя в съемке видео, но всегда что-то останавливало. Участие в конкурсе от онлайн-школы Сотка хороший вариант перестать откладывать создание роликов на потом. Подготовка к ЕГЭ – время затратное занятие и кажется, что в этот период время для хобби совсем не остается. Однако с Соткой это совсем не так. Преподаватели ненапряжно объяснят теорию, помогут с выполнением домашки, у которой есть уровень сложности в зависимости от вашего темпа, а возможность подготовиться сразу по четырем предметам по стоимости пары занятий с репетитором сэкономит время для любимых увлечений. Например, для создания видео. Сотка всегда за креатив, поэтому для учащихся подготовила конкурс с призовым фондом более 1 миллиона рублей. Что нужно сделать? Перейти по ссылке в описании на страницу конкурса. Там можно найти телеграм-бота, который поможет снять ролик о школе Сотка. Также бот предоставит все необходимые материалы и инструкции для участия. Видео необходимо выложить в любую соцсеть и отметить аккаунт Сотки в описании, после чего отправить ссылку на видео все тому же боту. Конкурс проводится до 10 февраля, поэтому все еще есть время принять участие. Победитель, набравший большее количество просмотров, получит 200 тысяч рублей. Остальные участники разделят по 100 тысяч. Результаты и победители будут объявлены 11 февраля в телеграм-канале Сотки. А мы продолжаем. Подобных игр с нечистью в сети полно. При желании можно развлечься с лифтом, ванной и какими-то сухими костями. Вариантов множество, суть примерно одна и та же. Ночью, чаще всего в определенное время, нужно вызвать какого-нибудь черта поиграть. Задача игрока не быть пойманным до определенного времени. Разумеется, все эти махинации нужно совершать в кромешной тьме, чтобы было еще страшнее. В чем смысл? Иногда бабайка предоставляет выигравшему какие-либо услуги, по типу исполнить желание или ответить на вопрос. Но чаще всего подобные игрища чисто на проверку нервов. Как говорится, ставь лайк и подписывайся, если хочешь, чтобы я совершила призыв охранника на какой-нибудь заброшке. Концептуально прятки для одного далеко не ушли. Для ритуала нам понадобится Плюшевая игрушка. Желательно не человекоподобного вида, иначе есть вероятность, что приглашенный дух ее не покинет. Рис. Им мы будем заменять синтепоновую набивку. Считается, что он эффективнее притягивает духов, а также олицетворяет внутренности. Что-то от вашего тела. Чаще всего используют ногти, но при нежелании портить маникюрчик, можно взять волосы. Примечание. Обязательно используйте именно вашу часть. Если взять кусочек другого человека, дух его заменит, и игра не удастся. Острый предмет. Но лучше не использовать что-то, чем можно нанести серьезные увечья. Далее объясню почему. Поэтому вместо ножа или ножниц лучше возьмите карандаш или иглу. Красная нить, чтобы зашить куклу. Плюс она символизирует кровеносные сосуды и выступает в роли некого ограничителя для духа. Соленая вода или соль. Они нужны для защиты от духа, а не для визита Санкт-Петербурга. Ванна, наполненная водой. В качестве альтернативы подойдет таз. Главное, чтобы игрушка для призыва в него помещалась. И, наконец, супернадежное укрытие. Если есть бабкин красный уголок с иконами, то будет еще лучше. Когда настанет черед духа водить, рекомендовано спрятаться именно там. Подготовив все необходимое, переходим к действиям. Дайте своей игрушке имя. Моего пупса зовут Виталия. Просто он реальный кекс, вы на него посмотрите. Затем Виталика нужно немного апгрейднуть. Достаем все содержимое и меняем его на рис и частичку себя. Зашиваем операционный надрез красной нитью, а остатки оборачиваем вокруг всей игрушки. Это важно, поскольку связывает дух с сосудом. Осталось дождаться ровно трех часов ночи для проведения ритуала. В некоторых версиях говорится, что не обязательно ждать конкретного времени, но это уже на ваше усмотрение. Пока ждем, подготавливаем ванну с водой. И еще, не забудьте выключить весь свет в доме. Но оставьте включенным только телевизор. Его локация будет меняться в зависимости от местоположения духа. Ого, это что там показывают? Бусти Джули Лост? Теперь все привидения и прочая нечисть будут знать, что там можно увидеть видео в раннем доступе и прочий эксклюзивный увеселительно-информационный контент. Вот эти уважаемые уже слетелись на шаваш. Если хочешь присоединиться к ним и поддержать меня, ссылка в описании. Когда наступит три часа ночи, берем куклу с собой в ванну и трижды с закрытыми глазами строго повторяем. Первый вводит ваше имя. Затем погружаем куклу в ванну или любую другую емкость с водой. После этого уходим в другую комнату, но не оглядываемся назад. В этот момент можно заметить, как дух вселяется в игрушку. Если он встретится с вами взглядом или заметит, что вы смотрите на него, он может разозлиться и начать вас преследовать. Игра в таком случае не удастся. Покинув ванну, медленно считаем от 1 до 10. После этого разворачиваемся и возвращаемся к Виталику. Подходим к игрушке в ванне и произносим «Я нашел тебя!» А затем наносим удар своим выбранным предметом. После этого закрываем глаза и повторяем. Теперь имя игрушки вводит. Три раза. Оставляем предмет внутри сосуда, затем набираем в рот немного соленой воды. Ни в коем случае ее не пейте, так как она защитит вас от духа в кукле, а оставшаяся соленая вода понадобится вам до завершения ритуала. Берем с собой чашку соленой воды и идем в свое укрытие. Рекомендуется держать двери и окна незапертыми на случай, если у вас неожиданно возникнут какие-то проблемы. А ваши друзья смогут вам помочь, если они будут участвовать в этой самодеятельности или вообще у вас есть. На случай чрезвычайной ситуации рекомендуется перевести мобильный телефон в беззвучный режим и установить минимальный уровень яркости. Всегда держите соленую воду во рту и никогда не пытайтесь ее проглотить. Сохраняйте спокойствие и молчите, когда прячетесь, поскольку любые ваши звуки дадут игрушке знать, где вы находитесь. Если кукла найдет вас, она нанесет вам удар тем же предметом, которым вы ее побили, а затем, возможно, завладеет вашим телом. Как завершить ритуал? Выходим из своего укрытия и ищем игрушку. Она не обязательно будет в ванной комнате, а затем выплевываем на нее соленую воду. Остатки в чашке выливаем вокруг куклы по кругу. Закрываем глаза и произносим «Я выиграл!» три раза. И дух куклы наконец стастся и игра закончится. Вы обязаны избавиться от игрушки, закопав ее в соль, иначе дух попытается снова вселиться в сосуд. В некоторых версиях говорится, что после того, как вы закопаете игрушку, нужно разместить соль в каждый угол дома, особенно там, где нашли куклу, поскольку соль отгоняет большинство злых духов. Другим вариантом избавления от игрушки будет ее полное сожжение. Предупреждение Не играйте в эту игру больше двух часов, иначе дух внутри куклы будет крайне сложно прогнать. Водиться с духами очень опасно, поэтому играйте в игру на свой риск. Никто не будет нести ответственность за вашу собственную кончину, поскольку вы рискуете своей жизнью, играя в игру. Не играйте, когда в доме есть кто-то другой. Вы должны быть один, чтобы играть в игру, потому что вместо вас может случайно быть обнаружен другой человек, который может пострадать. В игру можно играть ровно в три ночи. Три часа ночи – время, когда духи наиболее свободно передвигаются. Однако в некоторых версиях говорится, что вам не нужно ждать до трех, достаточно полуночи. Не засыпайте во время пряток, независимо от того, насколько вы устали. Кукла в конечном итоге найдет вас и завладеет вашим телом, поскольку смысл этого развлекалого таков. Если ты найдешь меня, ты получишь мое тело. Не пытайтесь выходить из дома, пока игра еще продолжается. Если только вы не захотите завершить ритуал, а куклы нет в доме. Независимо от того, куда вы направитесь, кукла все равно найдет вас. Не играйте в эту игру, если вы легко пугаетесь или у вас очень слабое сердце. Эта игра опасна для жизни и очень напугала большинство людей, которые в нее играли. А еще лучше вообще не играть в эту игру. Не называйте куклу своим именем или именем одного из ваших знакомых. Вы или ваш знакомый можете стать жертвой проклятия. Право верить или нет, я оставляю за вами. Все зависит лично от вашего отношения ко всякой паранормальщине и загробной жизни. Мне вот за все мои года при сильном желании так и не удалось стать свидетелем какого-либо паранормального явления. Хотя я прям целенаправленно посещала товарищей, у которых, по их словам, дома на птичьих правах обитают привидения ня. Забавно было слушать, как приятели наперебой рассказывали о том, как ночью слышали шаги, видели всякие силуэты. А я, бодрствуя, не застала ни-че-ко. Возможно, дело в моем плохом зрении, но не думаю, что спутала бы загробные вопли и храп друга. Это я еще молчу о своих бесчисленных попытках призывать разнообразнейшую нечисть, от матного гномика до жилищно-коммунальных служб. А вот паранормальные контент-мейкеры явно со мной не согласятся. Как я уже упоминала, видеороликов с игрой бесчисленное множество, причем правила у всех местами отличаются. То играют в одиночные прятки целой оравой, то в качестве сосуда используют куклу или манекен, хотя вроде бы правила подобные запрещают. Однако чаще всего на ютубе можно наткнуться на ролик, где для призыва берут максимально жуткую куклу, чтобы смотреть было страшнее. Еще одним аргументом в пользу неверующих упомяну, что впервые об игре узнали благодаря Тучану, японскому аналогу Фучана и родного двача. Отрицать, что кто-то разместил информацию про прятки шутки ради, не буду, потому что вероятность подобного есть и достаточно высокая. Да, и все детали появились позднее. Все в том же интернете, от тех же обывателей, а подобного рода игры-развлечения древние, но серьезных подтверждений относительно их эффективности нет до сих пор. Если так подумать, ритуалами с призывом отечественной пиковой дамы или близкой к сегодняшней теме японской ханако-сан баловались еще с середины прошлого века повсеместно. Но вот повышенной смертностью среди подростков даже и не пахнет. Думаю, учитывая популярность этих дам и не самое безопасное поведение рядовых призывателей, уж кого-нибудь они утащили бы. Но подобные приколы по сей день остаются на уровне городских легенд. Как относиться к рассказам очевидцев с реддита и прочих форумов тоже непонятно. Скорее, как к страшилкам-пугалкам перед сном. Тут снова вопрос в вере. Для кого-то чих из темноты точно будет принадлежать домовому, а кто-то, даже глядя на левитирующего соседа, скажет «Серег, ты че, совсем тю-тю? А ну спускайся!» Как я уже говорила, подобных игр множество, в том числе японских, поэтому выбор велик. Например, игра в ванны подарит вам прекрасную возможность не только искупаться вместе с таинственной незнакомкой, так еще и провести с ней незабываемый день. Для этого перед сном наберите ванну, обязательно голеньким и с закрытыми глазками. Сядьте в нее напротив смесителя и помойте волосы, приговаривая «Дарума-сан упала! Дарума-сан упала!» Во время ванных процедур представьте, как милая девушка падает лицом на кран и выкалывает себе глаз, после чего вы услышите шум за спиной и почувствуете чье-то присутствие. Громко спросите незнакомку «Почему ты упала?» А затем вылезайте из ванны и ложитесь спать, глазки не открывайте. Не сливайте воду до утра, закройте дверь в ванную комнату и не включайте там свет. Если все сделать правильно, на следующий день за вами будет бегать призрак девушки. Та без глаза, зато выбрала вилку, точнее смеситель. В течение дня она будет догонять вас, при приближении говорите ей «Томаре» или «Стоп». Тогда она на время остановится. Бегать от красавицы нужно до полуночи. Если закончить игру раньше или наоборот затянуть, она будет преследовать вас во снах до конца жизни, чтобы привить. Для завершения игры вы должны увидеть одноглазую женщину краем глаза и крикнуть ей «Кита!» что означает «Я освободил тебя», одновременно размахивая рукой рубящим движением. Играть в эти опасные игры или нет, решать вам. Я вот провернула первый ритуал для футажа и для хихи, а не с целью покуролесить с духами. Но понимаю, что молодежь любит баловаться подобным. Главное, сильно не бедокурьте и не ломайте ничего ни себе, ни в доме. А то бегать по помещению в темноте не самое безопасное развлечение. Напишите в комментариях, занимались ли вы чем-нибудь подобным. Также напоминаю про лайк и подписку. Еще можете заглянуть в описании. Там, помимо ссылок на материалы, вас будут ждать мои другие соцсети. А я, как обычно, не прощаюсь.